Здравствуйте друзья, в этом видео я на практике покажу как с минимальными затратами сделать ZigBee датчик, который будет контролировать наличие электрики. Этот способ подойдет для использования как с бытовой электросетью, так и до низковольтного питания, в моем примере USB. Аналогично, изменив только номиналы комплектующих, можно сделать такие же датчики, например для 12 или 24 вольт. Кроме создания сенсора, покажу вариант реализации системы уведомлений о пропадании и появлении электричества. Сразу скажу, что такой датчик имеет смысл только в том случае, когда у вас организовано резервное питание как минимум на сервер умного дома и роутер, а уведомления будут приходить только если ваш провайдер обеспечивает работу при отсутствии электрики. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей интересующихся данной темой и подписаться на мой канал если вы не сделали этого раньше. В основе устройства будет Zigbee датчик открытия, который легче всего поддается кастомизации. В описании под видео вы найдете ссылку на урок по изготовлению датчика давления на сиденье. Еще раньше я показывал как на его основе сделать датчик протечки, на тот момент это было актуально, сейчас проще использовать заводские устройства. Я искал недорогой Zigbee датчик с поддержкой зигбитом QTT. Базовая экосистема для меня была не важна, но наиболее бюджетная как обычно относится к ту е-смарт. Ссылку на этот датчик я оставлю в описании. В комплекте с ним идет магнит, наклейка и удобная тонкая скрепка. Датчик штатно поддерживается в зигбитом QTT, конвертеров не надо. Когда магнит далеко он открыт, когда близко закрыт, все просто, сам датчик работает от батарейки. Вторым необходимым для меня условием было применение в датчике гиркона, это выключатель реагирующий на магнит, у него два контакта, по умолчанию разомкнут, когда магнит рядом замкнут. Бывают еще устройства с датчиком хоула, у него три контакта, его переделать сложнее. Тут используется гиркон. Если контакты гиркона замкнуть отрезком провода, датчик будет реагировать так же, как на магнит, открываться и закрываться. Это я и буду использовать в своей кастомизации. Я просто припаял два провода контактом гиркона, сам гиркон оставил, он мне не мешает. Ничего сложнее, чем спайка пары контактов в этой доработке не будет. Следующая составляющая датчика электрики это реле. Точно такие же используются в выключателях, Zigbee и Wi-Fi реле и т.д. Стоят они копейки, ссылку на них вы найдете в описании. У него есть пять контактов, два из которых это электромагнит замыкающий-размыкающий контакты. Есть реле на разное напряжение питания, я использовал на 5 вольт, есть на 12, 24 и т.д. Еще три это управляемые контакты, общий, нормально открытый и закрытый. Для питания такого реле можно использовать USB кабель, кстати поэтому я выбрал 5 вольт, а не 12, хотя все зависит от ваших потребностей. Есть компактные блоки питания типа Hi-Link, черная коробочка размером чуть больше самого реле. Можно использовать старые ненужные зарядки от телефонов, там тоже 5 вольт. С той стороны где у реле три контакта, два крайних это питание электромагнита, полярность подключения роли не играет. Сейчас я подключил к ним USB кабель. Контакт который находится между ними ком общий, с другой стороны нормально открытый и нормально закрытый контакты. Проверим. Верхний нормально открытый без питания, он разомкнут. Нижний нормально закрытый по умолчанию замкнут. При подаче питания нормально открытый контакт замыкается, нормально закрытый соответственно размыкается. Слышен негромкий щелчок реле. Я решил использовать нормально открытые контакты, которым припаял провода от гиркона. То есть когда питания на реле нет, датчик будет открыт, когда есть закрыт. Проверяем. У нас получился датчик наличия питания на USB порту. Теперь сделаем датчик наличия питания в бытовой электросети. Как я уже упомянул, я для этого использовал компактные блоки питания. Вход от 100 до 240 вольт и выход на 5 вольт от Hi-Link. Такие кстати тоже используются в многих умных устройствах, ссылку на него вы найдете в описании. Есть модели и на другие напряжения. Подключение простейшее, с одной стороны подключается к электросети, с другой припаиваем к реле. Контакты подписаны, не перепутаете. Я не претендую на красоту монтажа, пока это все собрано на коленке для тестирования, наводить красоту буду уже после тестирования. Проверяем. Если питание на розетке есть, датчик замкнут, когда пропадает разомкнут, реакция практически мгновенна. Пока я буду наблюдать за работой датчика, я при помощи термоусадки сделал такую колбасу. Если все будет в порядке, переделаю красиво. В Home Assistant я изменил тип датчика с дверей, который ставится по умолчанию на проблема. Таким образом, когда он замкнут, питание есть статус ок. Когда разомкнут, статус проблема. Как я и сказал, какое то время я буду наблюдать за работой этого датчика, для чего создал пакетч для уведомлений в телеграм. По сути он тоже совершенно рабочий, я его оставлю, просто никаких дополнительных задач я на него вешать пока не буду. Хотя у меня уже есть отдельный пакетч для действий при пропадании и появлении электрики, я его покажу в этом видео чуть далее. Ссылки на них в описании под видео. В пакетже я сделал два поля ввода даты времени, для фиксации момента отключения и восстановления питания. Их можно создать и через меню устройство вспомогательное, но для меня удобнее когда все объекты видны в коде пакетча. Далее создал две автоматизации, но сразу скажу что их легко объединить в одну, если вы используете конфигурацию с одним сервером управления. У меня работает два сервера, поэтому пришлось их разделить. Подробнее о таком взаимодействии посмотрите в видео, ссылка в описании. Триггер у них одинаковый, отслеживание состояния датчика открытия. Сначала я сделал две строки, state и имя датчика, то есть реакция на любое изменение. Но в таком случае автоматизация будет ложно срабатывать, реагируя в том числе и на различные атрибуты устройства, поэтому я конкретизировал, переход включен на выключен и наоборот. В первой автоматизации у меня не срабатывают на обоих серверах, фиксируются дата и время сбоя электропитания. Если датчик переходит в состояние открыто, пишем в поле с названием электрика отключена, когда закрывается, то есть реле замыкается, в поле электрика включена. Вторая автоматизация срабатывает только на активном в данный момент сервере, шлет уведомления в телеграм. Когда электрика пропадает, пишет сообщение с временем и датой события. Когда появляется, кроме даты и времени, добавляет разницу между полями ввода даты времени, это длительность отключения электрики. Вот как это выглядит. Тестировать очень просто, отключая и подключая вилку в розетку. На момент создания этого видео, мониторю стабильность работы. Ранее создал и уже неоднократно протестировал пакетч Blackout, который определяет выключение электрики по данным телеметрии, так как много устройств отваливается от сети и уходит в оффлайн. Это вполне рабочий вариант, но рассматриваемый в этом видео гибче, так как его можно использовать и при полном резервировании питания и для мониторинга отдельных линий и для обратной связи от устройств при подключении в USB. Я создал автоматизации для действий, которые нужно предпринимать умному дому при отключении электрики. Естественно, это все очень индивидуально и без наличия бесперебойного питания не имеет смысла. Тут я отключаю пару необязательных светильников, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор. Как вариант, можно снижать яркость для увеличения длительности автономной работы. После восстановления питания тоже выполняются две автоматизации, которые можно объединить при конфигурации с одним сервером. У меня два, поэтому есть автоматизация для локального запуска, которая выполняется каждым из серверов. Ранее мне приходилось вручную перезагружать некоторые устройства в интеграциях, чтобы они ожили в системе. Поэтому я сделал это при помощи автоматизации. Работает точно так же, все восстанавливается само. И вторая автоматизация с перечнем действий, которая запускается активным в данный момент сервером, дублировать их на каждом сервере не надо. По большей части это реле выключатели якара в режиме отвязки клавиш от реле, которые фактически выключены, но сохранившее состояние перед сбоем включено. Они по очереди передергиваются и актуализируют свое состояние. Так как у меня используются управляемые светильники, питание на них должно подаваться всегда. Еще некоторые сугубо индивидуальные действия, такие как перезагрузка контроллера Broadlink, который не часто, но бывает не запускается с первого раза, отключение автоматически включаемых светильников, дополнительный контроль за некоторыми реле. Все эти действия зависят от конкретной системы. Все, что приходилось делать руками, даже изредка, теперь автоматизировано и восстановление электрики теперь вообще не требует моего вмешательства. Итак, путем несложных модификаций, из датчика открытия можно получить сенсор наличия питания. Мониторить можно как бытовую электросеть, так и низковольтные источники, такие как USB порты, например для обратной связи от устройств. Можно работать с другими напряжениями, просто подобрав соответствующий реле. Я планирую внедрить еще несколько таких датчиков, для мониторинга длительности работы от источников бесперебойного питания. Моя система двойного резервирования питания, про которую рассказывал в одном из своих видео, ссылка в описании, позволяет делать и это. Снижение времени работы будет сигнализировать о том, что пора менять аккумулятор. Как еще применить такой датчик, можете придумать сами вариантов тут очень много. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на показанное устройство и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова